В этом году заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с прошедшими возросла. В основном среди заболевших дети. Тем не менее, показатели не превышают среднемноголетний уровень и недельные эпидемические пороги, установленные для Краснодарского края. В целом ситуация стабильна. Имеется, конечно, тенденция к росту заболеваемости. Особенно сейчас может пройти вторая волна роста заболеваемости. Но у нас в организованных детских коллективах, в школах регистрируется от одного до трех случаев гриппа. Причем это не в одном классе, не в одной группе, а всего на учреждения. Поэтому детские сады и школы не закрываются. В целях профилактики в классах образовательных учреждений соблюдается температурный режим, проводится проветривание помещений. Также производится осмотр детей в процедурных кабинетах. В Краснодарском крае помимо гриппа и ОРВИ зарегистрированы случаи заболевания корью. В Сочи, благодаря проведению массовой иммунизации, заболевших нет. Что касается вирусной пневмонии, то это заболевание было на курорте и в прошлые годы. Но тенденция к росту все же существует. Вирусная пневмония у нас в два раза превышает показатели прошлого года. Даже летом регистрируются вирусные пневмонии, и их много. Поэтому главная рекомендация – это не запускать болезненное начало заболевания, а сразу обращаться к врачу, чтобы предупредить возникновение пневмонии. Одна из причин заболеваний – это миграция. В этом году в Сочи количество приезжих увеличилось на 200 тысяч человек. Следует не забывать и о так называемой волне течений заболеваний. Каждый год вирусы мутируют, и появляются новые штаммы. В этом году класс гриппа А, в том числе свиной, в Сочи ведется санитарный контроль за эпидемиологической обстановкой. В аэропортах и других пропускных пунктах установлены тепловизоры. Тех, у кого есть признаки повышенной температуры, отправляют к медикам.